Установка Windows Neptune на VMware Workstation Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня с вами Znode и в этом видео мы рассмотрим Как установить нашу операционную систему Windows Neptune Мы будем устанавливать на виртуальную машину VMware Workstation У нас есть виртуальная машина, она уже установлена Обязательно установите эту виртуальную машину, чтобы с помощью него запустить наш установщик Также нам понадобится образ системы Windows Neptune У меня Build51.11 Именно этот образ системы мы будем устанавливать в ISO образе Запускаем нашу виртуальную машину VMware Workstation от имени администратора Теперь создаем новую виртуальную машину Выбираем выборочный, далее Далее Здесь я установлю операционную систему позже, далее Теперь нам нужно выбрать Microsoft Windows и дальше мы выбираем Windows Neptune Но так как здесь в списке нет Windows Neptune, мы можем выбрать просто Windows 2000 Ведь это выходило в то время, когда было Windows 2000 Выбираем Windows 2000 Professional, далее Теперь здесь мы прописываем Windows Neptune, далее мы здесь давайте сократим расположение Это там, где будет располагаться ваш Windows Здесь выбираем C Windows Neptune Теперь далее, далее Память для виртуальной машины уже автоматически 256, можете больше выставить здесь, далее Использовать трансляцию сетевых адресов NAT, правильно Boost Logic, далее Scuzzy рекомендуется, он выбрал автоматически Scuzzy, есть и DE, и SATA, далее Создать новый виртуальный диск, далее И 8 гигабайт пространства, далее Neptune, готово Наша виртуальная машина появилась Давайте, вот он в списке появился Neptune Теперь изменить настройки выбираем Далее нам нужно CD-DVD Файл образа ISOM Обзор Локальный диск C И вот выбираем наш образ системы Образ системы Windows Окей Теперь можно включить нашу виртуальную машину и приступить к нашей установке Включаем виртуальную машину Наш VMware Workstation запускается И здесь сразу появился Neptune Setup Вот наша стандартная установка Как видим, нам нужно просто ждать Сетап и стартинг Neptune Сразу же здесь появилось, вот у нас Windows 2000 Professional Setup Мы выбираем здесь, это не 2000, это у нас Neptune Так, Enter, Continue, R Repair, восстановить, F3 выход Все на английском языке, не пугаемся Enter, это Continue, то есть продолжить R восстановить и F3 выход Мы выбираем Enter Теперь C Continue, нажимаем клавишу C, Continue Setup То есть продолжить установку Или F3 выход Выбираем клавишу C Нажали клавишу C И теперь мы можем это лицензионное соглашение прочитать Это все у нас, это все лицензионное соглашение F8 это продолжит PeggyChap, PeggyDown мы листаем наш лицензионное соглашение Теперь нам нужно нажать клавишу F8 Нажимая клавишу F8 принимаем 8 гигабайтов пространства у нас на жестком диске Вполне достаточно для Neptune Давайте теперь создадим новый раздел C, Create Partition, выбираем Enter, Install Мы можем просто Enter нажать и начать установку Мы можем нажать клавишу C И в итоге 8 гигабайтов пространства выделить Нажал Enter и 7 гигабайтов неразмеченное пространство Выбираем C, новое форматирование Давайте выберем нового раздела C Enter и давайте отформатируем его в NTFS В разметке NTFS нажимаем Enter И у нас происходит форматирование нашего жесткого диска Форматирование произошло Теперь у нас происходит копирование файлов Файлов операционной системы Довольно быстро он копирует наши файлы Копирование файлов наших произошло Теперь он требует перезагрузки нашего компьютера Если мы нажмем клавишу Enter То можем ускорить процесс перезагрузки А можем дождаться пока он сам перезагрузится Я нажимаю просто Enter И вот у нас произошла перезагрузка Как видим вот наша картинка Microsoft Neptune Называется как Microsoft Neptune Не Windows Neptune, а Microsoft Starting Up Очень красиво все это выглядит Белый фон такой И снизу мы видим подгрузку Как у нас запускается Starting Up Copyright 1985-1999 Microsoft Corporation Neptune Setup Neptune Installation Progress У нас происходит таким образом Наша установка Можем опустить ниже Чтобы посмотреть как выглядит вообще Neptune С правой стороны это вот такой вот у него логотип И с левой стороны видим логотип такой же Microsoft Neptune Ну как бы говорится как Microsoft Neptune Так, теперь здесь у нас появился пункт Neptune Setup Wizard Next Происходит повторная установка Следующее окошко у нас здесь Язык и региональные стандарты Здесь мы можем Customize нажать И здесь настроить какие-либо параметры Можем просто нажать Next Давайте нажмем Next Теперь здесь нужно придумать имя компьютера А также организация Давайте назовем Сделаем Admin Организацию не будем ставить Next Computer Name Здесь нам нужно придумать имя компьютера в сети Скорее всего здесь в сети Пусть это будет вот таким образом Нажмем Next Здесь у нас Time Zone и время Давайте нажмем Next И у нас происходит настройка сетевых параметров Networking Components Installing Start Menu Items Регистрация компонентов Сохранение данных А также удаление временных файлов Все это будет происходить поочередно Поэтому ждем пока все эти пункты будут выполнены Completing the Neptune Setup Wizard Давайте здесь нажмем Finish То есть закончим это все И теперь у нас произошла перезагрузка И повторный запуск Microsoft Neptune У нас происходит запуск Теперь у нас происходит запуск Таким образом запускается Neptune Снизу что у нас ничего нету Так Preparing Network Connection И вот наш Neptune загрузился Здесь требует имя Давайте назовем 1 Пусть это будет Так Перезагрузку нет Мы не хотим перезагружать Давайте посмотрим что у нас здесь имеется My Documents My Computer My Network Сетевые параметры Также Корзина Internet Explorer И файл Abag Reports Это ошибки Connecting to Internet Давайте нажмем правой клавиши Properties То есть свойства Microsoft Windows 2000 5.0.0.5.1.1 Как бы считается в Windows 2000 Но это Neptune у нас Так Здесь у нас Процессор наш показывается Так Сетевые параметры Hardware User Profiles Давайте посмотрим Device Manager Вот эти самые драйвера Нам нужно установить Без этих драйверов Где восклицательные знаки Обязательно надо поставить Так User Profile Advanced И здесь Вот эти самые параметры Все у нас Классическое меню Здесь у нас Setting Control Panel Если мы посмотрим То действительно Друзья Это история Это классика То что мы любим Тот Windows Который был ранее Здесь вы можете Посмотреть Настройки Настройки Панели управления Здесь у нас Можем посмотреть Какие параметры Здесь есть Установка И удаление Программ Microsoft Neptune Neptune Logan Называется Вот такое Программное Обеспечение Установлено Стандартное Здесь можем Другие параметры Посмотреть Допустим Звуковые настройки Принтеры И тому подобное Добавить Принтер Допустим Если мы нажмем Правой клавиши Properties То можем Добраться До пунктов Допустим Вот такое Фоновое изображение Можем поставить Картинку Вот такая Вот картинка Windows Neptune Можем Другие картинки Посмотреть Здесь их Множество Допустим Такую картинку Применить И поставить Эту картинку Также Скринсиверы Присутствуют Вот такие Скринсиверы Стандартные Скринсиверы Которые Мы знаем Настройки Сети И тому подобное Так А если мы Откроем Programs То здесь Программных Обеспечений Так много Игры Допустим Вот такие Вот игры Есть Free Cell Game Neo Game Карты То что вы Любите Допустим Карты Но Yes Start Программы Startup Internet Explorer Outlook Express Здесь вы В свои баги Можете отправлять Beta ID Проблема какая И написать Вы можете Таким образом Windows Neptune Это реализовано Здесь у нас Настройки Так Hardware Настройки Своих Адаптеров Можно отключить Какой-либо адаптер И звуковые Настройки Звуковые Настройки Наш Нашего Компьютера Здесь Настройки Сети Можем Отсюда Выйти А если Мы нажмем Ctrl Shift Alt Delete Если Мы нажмем Ctrl Shift Escape То здесь У нас 2% Нагружает Наш Процессор А так же Оперативную Память Он Нагружает Вот он 55 248 Вот такой Вот у нас Друзья Neptune Довольно Интересный Картинка Только Одна Картинка Здесь Присутствует Мы поставили Windows Neptune На виртуальную Машину VMware Workstation У нас Все Получилось Можем Теперь Тестировать И работать За этой Операционной Системой Довольно Интересная И старая Операционная Система Которая Позабыта И никто Даже Не пользователь Не знает Что такое Windows Neptune Файлы Наши Вот Допустим Program Files Win NT Все Что В истории У нас Было Реально Довольно Старая Операционная Система Которая Уже Уже Позабыта Но Мы Сейчас Его Вспоминаем Подпишись Друг Подпишись На мой Канал Ты Подпишись И Оставь Ты Мне Лайк Если Видео Понравилось То Что Вы Кто 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 Продолжение следует...